Здравствуйте, Ирина Петровна, в Ласке. Всем привет, сегодня съездил два места, Сургутский городской якобы суд. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, заявление. Слушайте, а я этот паспорт забыл. Сами дебил, давай, заявление. А? Есть это, да, удостоверение общественного инспектора. Пропустили без паспорта по удостоверению общественного инспектора. Такое впервые происходит. Мне знакомиться с материалом дела. Я же не на дело иду. А этот, Бурлутский 420. Прошел мимо рамки стационарной. Оставляюся металлического уклада. Мимо рамки можно выйти? Здесь, да. Стационарная, в Лигнаде, здоровье. Чем? Серьезно, вы сообщаете с меня? Магнитное поле. Ладно, давайте посмотрим. Можно я там приеду? Дайте, приходите. Никитина не ознакомилась с материалами дела. Ну, сказали, позже ознакомит. Здравствуйте. Я бы хотел ознакомиться с материалами дела. А почему? Пока оформится. Через газ право судья. Пока не получится. Распечатают. Пока отходящие поставят. Пока распределяются. И что, когда позвоните или как? Там есть ваш телефон? Есть, конечно. А что, сразу нельзя ознакомиться? Немного. Ходим. У нас свои правила. Что, вот он вырос, то, что я моих соблюдаю. Вот здесь. Очень, очень заметно. Благодарствую. Секретарь Бурлутского любезно записала аудио на компакт-диск. Такое впервые происходит в моей практике. По Намаревой Татьяне Анатольевне отдельное благодарствую. На диски записали? Да. Ух ты. Тут 21 и 22. Замечательно. Благодарствую. Вот это сервис. А то дайте флешку, дайте CD-ROM, дайте CD-диск. С материалами дела не ознакомили. Сказали, что еще не готово. Ну, видать, дело очень такое трудоприготавливаемое. Видать, рецепт очень большой. И дело варится очень долго. Сказали, будет готово завтра с утра. Татьяна Анатольевна, а когда будет готово? Либо сегодня вечером ближе к 5. Я сейчас подошлю и пронумерую, и все. Вы мне позвоните, пожалуйста. Давайте тогда завтра. Завтра утром все точно будет готово. Точно так же, как сегодня понедельник? Нет, завтра утром точно будет готово, потому что дела у меня не было, и я не успела еще подшить. У вас же здесь телефон 124, правильно? Да. Мне позвоню тогда, предварительно. Хорошо. Завтра лучше. Хорошо? Добро. Все. Благодарствую. До свидания. Выдали решение только Бурлутского А2204 на 5 страниц. Материалы дела будут прошиты и пронумерованы только завтра с утра. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. Благодарствую. Отношение секретарей и приставов изменилось. Видать, тоже видео смотрят, совершенно другое отношение стало. Выходим на человеческий уровень понимания. Дальше заехал в ГЖИ, государственная жилищная инспекция по городу Сургут. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужна Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна сегодня не будет на обучении. Почему? Да, выходной всегда. Отбуду. Не, я вполне ожидаемо. Я думал, вообще в отпуск идет с последующим. Это, я хочу ознакомиться с материалами дела. Проверки. Вы не в курсе? Может, завтра не можете подойти? Завтра не можете подойти? У меня времени нет. Я сейчас уезжаю. Начальник на месте? Ну, начальник и заместитель. Начальник в отпуске. Заместитель? Сейчас я сейчас чуть-чуть привожу. Жду. Макаренко, та самая, которая проводила проверку, ни с того, ни с сего, вышла в отгол. Я сам ожидал, что она уйдет в отпуск с последующим. Ну, частично оказался прав. Извините, я не могу завтра подойти, потому что я не знаю, беру документы, она сшивала. Я не позвонить нельзя, что ли? Я позвоню, не факт, что он ответит. Позвоните, пожалуйста. У человека выходной, она не готова его приглашать в этот день. Это же не... То есть, вы можете подойти, но... Вас, по-моему, раньше приглашали, да? Она готова, что должны подойти. Ну, а она прекрасно знала, что у меня в этот день судебные процессы идут. Это что за приглашение? Ну, подойдите как сможете тогда, после завтра. В смысле, вот я смог, сегодня. Какая у вас организация управляющая? Она вообще не управляющая, я так предполагаю. Проверка в отношении какого... ООО УК ДСВЖР. Как выяснилось, начальник почему-то в отпуске, зама нет. Есть только и исполняющий обязанности заместителя начальника. Это Тесля Вадим Сергеевич. Я вспомнил, что он, возможно, является родственником того самого псевдопрокурора, которого мы видели три года назад в прокуратуре. Только его звали Тесля Владимир Владимирович. Здравствуйте. Извините, занято, да? Вадим Сергеевич нужен. Вы, да? А фамилия как? Здравствуйте. Подскажите, Вадим Сергеевич, писал вылезъявление четыре дня назад на ознакомление с материалами проверки в отношении ООО УК ДСВЖР. Хотел бы ознакомиться. Кто проверку проводил? Макаренко Татьяна Николаевна. Да, у нас сегодня нет. Но материалы проверки-то здесь? Ну, вообще в здании, да, согласен. Мы не знаем, что у человека, который произносил. Так ему же можно позвонить, спросить, где они. Ну, человек находится на одному отгуле выходного. Ну, а дела-то он кому-то передал на время отгула, нет? Нет. Нет? Ну, а как быть? Выйдет завтра. Выйдет завтра? Время рабочего дня. Так. А если я завтра приду, она опять в отгула идет? Может, позвонить, предваритель, на номер телефона? Вы подождите. Ну, она вас приглашала для этого? Конечно. Ну, соответственно, у нее было время. И в четверг, и в пятницу приглашала. Но она прекрасно знала, что у меня идут за это заседание в это время. Я не мог прийти. Я не всегда знала, но я работаю на это не знала. Но она вас приглашала. Ну, вот я пришел, когда появилось время. Ну, сегодня она вас выжарится. Ну, при чем тут Макаренко, если дело у вас находится? Будьте добры, ознакомьтесь, пожалуйста. У нас каждый инспектор за криптом. То есть без Татьяны Николаевны вы отказываетесь, да? Ознакомиться с материалом дела? Я не отказываюсь. Я не буду пытаться в документах другого должностного лица. Она же ваша подчиненная. И что я должна в этом случае делать? Как что? Самостоятельно за нее отвечать, если она в отгуле? Или я не прав? То есть на данный момент вы отказываетесь, да? Я не отказываюсь. Ну, тогда ознакомьтесь, пожалуйста. Занимался другой человек, он будет даться при сне, и я знакомюсь с материалом. Завтра какое время? Кабочее. Со скольки вы работаете? С 9 до 17. А обед? С 13 до 14. Завтра у нее по плану нет отгула? Отпуска больничного? Нет. Вот, поскольку я говорю. Да, бро. Благодарство. Все хорошо. Трубку она не берет. Не берет? Совершенно так. Ну, без нее не могут найти материалы дела. Ну, а если какие-то пояснения потребуют? Да, пояснения я не смогу. В смысле, он тогда уже не все так... Так а что мне пояснения? Дайте сфотографировать хотя бы. За пояснениями я завтра приду. Мне нужны материалы проверки. Я хочу обжаловать. Тем более. Смотрите, когда она у нас на месте. В смысле, тем более? Вдруг вы сфотографируете. Не все материалы. Где-то у нее еще какие-то... Так это моя проблема. Вы меня ознакомили, я вам расписку оставлю. Вы сделаете неправильные выводы. Я не... А как вы можете за меня что-то говорить? Я за вас не говорю. Просто если... О каких выводах вы говорите? Мне нужны бумаги, чтобы их сфотографировать. Не больше, не меньше. Подожди, вас приглашали, вы не пришли. Сейчас инспекция... Я пришел, вот я здесь. Но вы пришли не в то время, когда вас приглашали. У меня не было возможности. Ну а сейчас вот она выйдет завтра. Так а при чем тут она? Материал проверки-то не на больничном. Материал проверки здесь. Будьте добры, ознакомьтесь. Что я сто раз сюда буду ездить? Что вы считаете? Что я вам уже пояснил по поводу вашего вопроса. То есть однозначно ваш ответ завтра только, да? Завтрашний, в любой другой день, когда человек будет на месте не в официальном отпуске или отгуле. Так, а если она завтра вдруг и на больничном окажется? Или опять в отгуле или в отпуске? Опять отложится это все? Завтра я буду готов вам сказать, если дозвонится коллега до нее, где у нее материалы проверки в полном объеме, которые я смогу вам предоставить. То есть примите у нее и зато мне предоставите? Да. Благодарствую. Всего хорошего. В общем, в ГЖИ создавали видимость поиска материалов проверки. Ну так их и не нашли. Где никто не смог ответить. Знает только Макаренко, та, которая проводила проверку неделю. До нее дозвониться не смогли, трубку она не берет. Без нее никто не может найти материалы проверки, пояснить материалы проверки и сделать правильные выводы. Без нее никто не может. В итоге Тесля согласился сам показать материалы, но завтра. В общем, следите за новостями, скоро будут новости. Благодарствую за понимание. До свидания. Я вообще, я вообще знаю, что думал. Сейчас проедет машина. Я ожидал, что Татьяна Николаевна не то что в отгул, я ожидал, что она вообще в отпуск с последующим уйдет. А тут, видишь, временное решение, отгул и все. Материалы проверки нет. Не, они как бы есть. Но их никто найти не может. Надо было видео снимать. Пиздец. Затроил. Конечно, затроил. Эх, Татьяна Николаевна. Не дать посмотрела видео. Выдали только решение Бурлутского. И выдали диск с этими, с аудиозаписями двух заседаний. Впервые выдали диск. Я думал, потребуют там флешку, там еще что-то, короче. Выдали. То есть отношение секретарей тоже поменялось в моей сторону. Поменялось? Да. Самое интересное, что решение-то читал. Я почитал, я похохотал. Ну, я тоже хохотал. Доводы-то где твои? Нет, так он мало того, что перевел все в свою сторону, так он еще и подсказку дал. Обратил внимание, что в течение двух дней обязаны подключить. А подключили через четыре дня. Через четыре дня. А какая подсказка, в чем она заключается? Ну, вот этот довод его можно разбить, потому что есть чек. От 11-го числа была проплата, а подключили 15-го четыре дня. А он пишет, что максимум два календарных дня. Я не знал об этом. Ну, хорошо, я с этим разбираться буду отдельно. Вопрос главный. На основании чего он считает? Они все старательные убегают от разрешения вопроса на деление полномочиями. Да-да-да, избегают только так. Сейчас в Москве тоже самое я смотрю, все вокруг да около. То есть, это выгодоприобретателям является вот эта п***ь в мантех. А ты, я вот эту транскрибацию делал, он прямо так и говорил, у нас, у нас в деле, у нас имеется, у нас. То есть, он так говорил, как будто это все его и управляшка, и дело его. Ну, да. Они в прямую говорят, извини, тогда это не суд. Антон, мы должны четко понимать. Главные признаки суда – независимость, объективность и беспристрастность. А в данном случае перед тобой сторона по делу. То есть, то лицо, которое обеспечивает воровскую малину в городе Сургуте. Не просто сторона, а, скорее всего, бенефициар. Правильно, выгодоприобретатель. Правильно. Так что, об этом надо говорить людям. Что если вы думаете, что вот эта помоечка, которая здесь, она вот так как бы сложилась, не эта рукотворная помочка, в этой рукотворной помочке значительную роль играют вот эти, так называемые, судьи, которые как раз и выступают. А у них вот этот, как он у вас, товарищ-то, Юра ***, фамилия? Матюшенко. Матюшенко. Это клуб. Это, значит, его главная задача отвлекать тебя от того, что судья, его задача отвлекать. А судья играет главную скрипку не в плане разрешения спора, установления обстоятельств. А он, именно он обеспечивает вот эту по *** систему, которая у вас сложилась. Ну, я тебе скажу, и Матюшенко, и Бурлутский начали себя совершенно по-другому вести. Если вначале они как-то какую-то наглость проявляли, то сейчас они просто пулями вылетают и молчат, и пулями из зала, из здания вылетают. И бегом-бегом-бегом куда-то. Правильно. Бегом вылетают, потому что ты же снимаешь, ты же показываешь. А чего боится? ***. Вот это. А не света боятся. Антон. А не света боятся. Публичности. Вот. А я всегда говорю три года уже, тьма боится, свет. Тьма боится. Вот она. Это перед тобой, вот эти тёмные силы. И людям-то надо говорить, перед вами тьма. И от этой тьмы надо избавляться. И чем быстрее мы избавимся, чем раньше начнёт оживать страна. Я тебе самое главное не рассказал. Я же в ГЖИ заехал. Ну и что там? Ну-ка, рассказывай, вот это интересно. Ну, как ты думаешь, что произошло? Ну, предполагаю, что только с актом ознакомилась. Нет. Ознакомили. Нет? Я ехал с полной уверенностью, что мне вообще ничего не покажут. Более того, я был уверен, что Макаренко, Татьяна Николаевна, уйдёт в отпуск с последующим, ну, как говорится. Ну, частично я оказался прав. Да. Частично я оказался прав. Макаренко на рабочем месте не оказалось. Она, ну, со слов женщины, которая с ней в кабинете сидит, говорит, она ушла в отгул. А я и начал раскручивать по поводу того, что материалы же проверки у вас на месте, то есть предоставьте. Она говорит, а я не знаю где. Она начала создавать видимость, ну, то есть открывать шкафы, просто смотреть в них, не переворачивать там делу или что-то. Ну, короче, создавать видимость, что она ищет, не может найти. Я говорю, ну, у вас же есть сотовый телефон, позвоните, все дела. Она сказала, нет, я не могу, она в отгуле, типа, она на отдыхе. Я говорю, она же кому-то дела передала, не знаю. Я говорю, а кто начальник? А вот там какой-то тесля. Я к нему захожу, он там всячески говорит. Ну, то же самое она говорит, что она в отгуле, все дела. Я говорю, да мне без разницы, давайте материалы проверки. Я говорю, они же в здании? Он говорит, да. Я говорю, ну, давайте, я говорю, ознакомлюсь. Он говорит, типа, они не готовы. В смысле не готовы? Он говорит, а они, типа, у этой, у Макаренко. Я говорю, да какая разница, если её нету, вы за неё отвечаете, она ваша подчинённая, вы найдите и это предоставьте. Он, нет, только завтра, типа. Ну, я, ну, ладно, завтра. Ну, короче, крутил их и так, и эдак, короче, не предоставили ничего. Я предполагаю, что её просто отправили в отгул для того, чтобы она подготовила хоть какие-то материалы проверки. То есть, фактически. Понимаешь сейчас, насколько я предполагаю, Антон, они не ожидали удара такого мощного, информационного. И сейчас пытаются каким-то образом получить дополнительную информацию, оттянуть время для того, чтобы... Ну, ты ударил очень сильно и очень больно. А, в итоге я его раскрутил на то, что он говорит, с актом ознакомим. Я говорю, давайте хотя бы акт. Я его, говорю, сфоткаю. Он говорит, ну, типа, вы же это... Что-то они там начали такое, что, типа, вы не сможете... Как мы можем быть уверены, что вы всё сфоткаете и всё такое? Я говорю, вам какая разница? Я говорю, давайте материалы. Я их сфоткаю, а вас это не касается, я вам расписку оставлю. Они нет, у нас что-то там не готовы, короче, вообще ничего не предоставили. Говорят, завтра. А ты запись вёл? Конечно, на аудио. И видео сам себя снимал. Надо это всё выкладывать, сказать, вот так, ребятки, они работают. За наши с вами деньги, вот так они обеспечивают наши права. Это, Антон, это как раз они боятся света. Они боятся, что их зацепят. Они выкручиваются. Ну, единственное, на что они сослались, они даже письмо это сварганили, прислали, не заказным письмом, а простое, в почтовый ящик. И там, типа, ну, сейчас я тебе вышлю, это отсканируют, там, типа, что-то ссылается, что... А сам акт находится на Дом госуслуги, что-то там, а ещё что-то ссылается на какие-то гостайну и какие-то закрытые сведения, короче, что-то какую-то чушь написали. Типа, прикрывается, что там, скорее всего, на персональные данные, но слова «персональных данных» там не было. Короче, они не знают уже, чем прикрыться. Это вот эта вся погонь как раз. А ты про это и говори. То есть вопрос-то ведь касается тебя, твоих интересов, а ты людям рассказывай, если вы думаете, что государство, ССЖН работает в ваших интересах, нет. Они там пришли для того, чтобы вам гадить, для того, чтобы всё разрушалось, для того, чтобы никто не смог разобраться с этой помойкой. Вот это мы, Антон, сейчас видим. Я сегодня, кстати, с Москвой, мне тоже Аль-Юлька звонила. Очень интересный материал, очень любопытный. Дальше. Более того, я выяснил, что исполняющий обязанности заместителя, руководителя, у него фамилия Тесля. Я вспомнил эту фамилию три года назад. Я разговаривал с помощником прокурора с такой же фамилией, только Владимир Владимирович. Не родственник ли заместитель прокурора, помощник прокурора и исполняющий обязанности ГЖИ, замруководитель? Да, то есть, семейственность разводят они, семейственность. Вопрос надо задавать, а вы не спрашиваете, задавайте эти вопросы, позадавайте, Антон, надо задавать. Ну, я вспомнил только, когда вышел оттуда, думаю, Тесля, Тесля, что-то очень знакомое, потом вспомнил. Ну, я завтра обязательно заеду и в Сургутский суд, и в ГЖИ, то есть, продолжим. Давай, держи, давай, Антон, собирай информацию, будем собирать про них. Сейчас всё чётко. Перед нами погонь, которая, а не сейчас, ты зацепил ту сторону, тёмную сторону их деятельности. Судейских, прокурорских, полицейских, вот она вся, силовики контролируют весь этот бизнес, ну, фактически грабежом занимаются силовики. Нет, сейчас я тебе этот ответ ГЖИ отправлю, и пришло письмо от Бурлуцкого, то есть, тот самый ответ на разъяснение решения суда, то есть, простое письмо, и обратно вернул разъяснение. Я уже даже знаю, что он там понаписал. Не, ну, в материалах дела-то я тебя сфоткал, там было вот этот ответ. Вот он один в один написал, типа, возвращаю вам ваш портрет. Я забыл, что у нас судебная система, она чуть-чуть друге функции-то забыл свои. Вот это как раз, Антон, чего ты ковырнул. Это как раз и указывает, что у вас в городе не судебная система, а система, которая что делает? Она прикрывает все вот эти все какашки, которые совершают те или иные лица. То есть, в данном случае она является сама преступной. Ну, вот с сегодняшнего дня у меня язык не поворачивается говорить управляющая компания. Вот я в ГЖИ там женщине начал говорить, я говорю, якобы управляющая, потому что, я говорю, там нету собственников в протоколе. Ну, пока, скажи, а с чего вы взяли, что это, что ее? Это самоуправство, Антон, это самоуправство, 183 ГК. Они сами должны оплачивать. Вот они один раз оплатят по 183 ГК. Они сами, никто их сюда не звал. Более того, все, что они делают, они делают в обход закона. Это варьё, самое натуральное варьё. Они уже пошли, понимаешь, мало того, что это варьё, они даже сейчас уже пришли, они начинают уже вымогательством заниматься. Да, причем это, как тебе сказать, окружающие люди, окружающие люди, ну, я имею в виду, сам знаешь кого, начинают думать, что я действительно какой-то это, что-то не то делаю. Потому что на их стороне слишком много народу, а я тут один, почти один. О, ну да, да. Есть такое. Есть, но надо людей вокруг себя собирать, показывать, рассказывать. Другого нет пути, Антон, нету. Точно так же, как я начинал действовать, тоже вот так вот. Вокруг себя постепенно людей собираешь, собираешь, подключаются, начинаем обсуждать, вопросы обсуждаем, решения принимаем. Другого не будет пути, Антон. Это интеллектуальная война, мы должны рассчитывать. Хорошо, еще вопросы есть? Нет, сейчас я тебе отправлю вот это письмо, ответ ГЖИ, и завтра я отпишусь по результатам. И как только будет протокол фиксации по второму заседанию, тоже отправлю. Давай, есть, Антон. Добро, благодарство. Давай. Добро, благодарство. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.